Я читаю слова очень сильные, если вы только сможете это заметить. Здесь записан 48 стих из 11 главы. И это говорили не мы, но другие люди говорили о Христе. Они говорят так. Если оставим ее так, то все уверуют в Него. Это хорошая цель. И они подметили это. И Иоанн об этом проповедовал, говорит. И узрит всякая плоть спасения Божьей. Но здесь у них была заговорка еще такая. И придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Они боролись за свой народ и место. И вот так произойдет. Но правильно, влучно сказано. Все уверуют в Него. И здесь 19 стих, 12 главы тоже они говорят. Фарисеи же говорили уже между собой. Видите, что не успеваете ничего. Весь мир идет за Ним. Уже не надо бояться римлянам, что они придут овладеть местом и народом. Весь мир идет за Ним. Благословенна ты душа, последовавшая за Иисусом Христом. Ты идешь за Ним сегодня в видимой заповедь. Вечера Господня. Ты имеешь право и дерзновение простянуть руку твою для участия в заповеди Господней. Получить благословение от Господа. На это дерзновение дарует Господь. А если ты еще в сомнении, ты имеешь право здесь возвысить свой голос. Воззвать Господу. И Он услышит твою нужду. Он был презрен и умолен, муж скорбей. Он пришел и взял на себя наши немощи и болезни. И сегодня принесем наши нужды и наши немощи и наши та же болезни. Принесем к Иисусу. Коснемся к святыне Господней. И пусть через это и зайдет сила Господня. Все встанем на наши ноги. Молимся о благословении Господнем. Благословен Господь. Аллилуйя. Слава тебе. Встает царя, и солнце луч на небо сходит. Иисусу. Встает царя, и солнце луч на небо сходит. Иисус. Иисус. Слава Богу! 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 Слава Бог! 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 Любите низкопочетных, любите высоких почетных, одинаково. Если в доме есть сосуды золотые или глиняные, обоих так любите и их ухаживайте. И не говорить лжи, это то, как говорится, привязывается к совести искренне, как она не сафира. Они обманули не человека, как Петр говорит, вы обманули Бога. Зачем вы согласились обмануть Духу Святому? Мы Бога не обманем, и вот что главное и важно, чтобы мы имели совесть и искренность перед Богом. И последнее, это послушание. Очень много можно говорить о родительском послушании, о пастырском послушании, уважать пастырей и слушателей, послушание, даже послушание закону или правителям. Очень много говорить, но когда мы не в послушании находимся, мы оказываемся как Йона в очреве. У нас такое, вот заметьте, когда мы что-то кого-то не послушали, Дух Святой начинает нам говорить, что это неправильно было. Мы сопротивляемся, и внутри борьба, и сердце настолько в тисках, и вроде бы, ай, они неправы, ай, это окей, я знаю лучше. Я пойду свое сделаю, идешь, у тебя ничего не получается, и начинается все ружиться. И Бог говорит, ты отошел от моего послушания, то, что я сказал. Особенно, когда приходит вот к вечерине, как в служении, в ежедневной жизни, как иметь это послушание к святости. Просто иметь чистоту сердца. И Бог, Писание конкретно говорит, Давид говорит, если бы я, Бог, видел во мне грех, то он не послушался меня. Он меня не слышал бы. Так как мы имеем чистоту сердца, Бог открывает нам свои откровения, он нас слушает. Хотя, когда мы даже согрешаем или что-то падает, он все равно слушает, он хочет, чтобы мы покаялись. Дорогие друзья, и первый Псалом конкретно нам говорит, и это Давид, как говорит, фундамент Божьего благословения. Вот блажен муж, который сделает все, что Бог ему сказал. Вот блажен, и он говорит, как Иисус говорит, что мудрые, они построят свой камень на камне, дом на камне, извиняюсь. А глупые, он постоит на песке, и он разрушится. И чтобы мы все это достигли, эту чистоту сердца, мы должны просить, чтобы мудрость сопровождала нас. Если мудрость сопровождала творение Божие, мы должны быть сопровождены мудростью ежедневной нашей жизни. Куда мы не будем идти? Господи, дай мне мудрости. Как поступить в различных ситуациях? Я очень много ошибался в своих годах, потому что не хватало мудрости. Я говорю, зачем вообще, что я наделал, зачем я даже думал так? И когда я женился, моя жена, она очень благословенная женщина, она мне очень много помогла поменяться. Она мне помогла, она мудрая, и она мне помогала исправляться. Мы уже два года женаты, и она мне помогала достигать мудрости. Она говорит, не волнуйся, не передумывай, не углубляйся сильно, ты просто, прости Бога, в простоте мудрость, прости. Яков говорит, если бы он не достает мудрости, не помню, это Яков вроде бы, Яков говорит, просите просто и будет дано вам. Но мы должны иметь рассудительность и чистоту, чтобы мудрость, когда она, как Дух Святой, он обитает в чистоте. Если мы оскорбляем Духа Святого, он отходит. Мы не должны оскорблять, мы должны готовы быть приняты, чтобы она сопровождала нас. И когда мы будем это иметь, когда Давид говорил, я не видел праведника, нуждающегося в кусках хлеба. Пусть нас Бог сегодня благословит, пусть это слово будет, хотя это для себя, я говорю, во-первых, чтобы для меня это урок, чтобы мы всегда были в чистоте и святости. И если у нас есть какой-то непорог, сами себя проверьте в этой молитве. Дух Святой сегодня говорит, я хочу, чтобы ты себя проверил, очистил себя, даже если ты смотрел что-то, посмотрел своими глазами, слушал то, что не надо, говорил на ближнего своего, раздор какой-то нес. Просто в простоте покайся перед Богом, скажи, Господи, подними свои руки, скажи, вот я, прости меня, дай мне прикоснуться к этой святине так, чтобы я и чувствовал твою благодать, и чтобы исцеление приходило через это, и чтобы я имел очищение в крови твоей. Аминь. Молимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok это в нашем жизни мы преображаемся мы стаем похожи на нашего Иисуса Христа Аллилуйя слава нашему Господу мы будем спевать и после еще трошки больше расскажем мы взагал это нас миссионерская группа наша мы працюем в Украине уже долгий час и я рад что я могу встретить друзей моих який в Миколаеве мы разом спевали мы разом трудился мы разом ездили по его организации я рад и бачите вас сьогодні в церкви Хай Господь благословить Господь для нас друзі відкрив широко двері в Украине служения для мене особисто уже я 25 років прожив в Америці из них 23 роки я вже був в Украине кожного літа ми їдемо туда трудитися для того чтобы прославить имя Иисуса для того чтобы святкувати людям что есть Господь який меняет сердца людей так наш брата Илью он поменял и мы святки тому багато людей сьогодні Господь меняет и Вин наповняет царство своё спасенными новыми людьми в имя Иисуса Христа и то мы будем спевать про Него нам немає больше про кого рассказывать немає більшого счастья як рассказывать про Иисуса то який спасает и сьогодні Аллилуйя ему Вин достойный славы за на те спасение яке мы маем запрощение грехов мы будем славы и поклоняться нашому небесному Отцу Аллилуйя ему по ладонях Его Твою имя на черт она пыла еще прежде быть я прежде всех этих многих веков и тебя до сих пор сердце Бога Отца не забыла среди сон моих имен дорогих дочерей и сынов на ладони своей он пасет тебя бележным взглядом на ладони своей через трудные годы несет а когда ты в беде он тебе говорит что он рядом и унылое сердце свет солнца горячим льет на ладонях его твое имя на черт она пыла и его на кресте обогрила спасителя кров потому сердце Бога тебя до сих пор не забыла и несет через жизнь на крылатых ладонях любовь когда рядом пути никого и вопрос не отвечен как же выбраться из обстоятельств что тянут на дно не беда что людьми твой взгляд ищущий был не замечен ты в ладонях надежный и это важнее всего на ладонях его твое имя на черт она была и его на кресте обогрила спасителя кровь потому сердце Бога тебя до сих пор не забыла и несет через жизнь на крылатых ладонях любовь и его на крылатых ладонях любовь тебя не отпустят в предательском жесте и не держат плену ты от рук этих можешь уйти только где на земле на каком замечательном месте будет кто-то с любовью такой тебе дальше нести на ладонях его твое имя на черт она была и его на кресте обогрила спасителя кровь потому сердце Бога тебя до сих пор не забыла и несет через жизнь на крылатых ладонях любовь и несет через жизнь на крылатых ладонях любовь и 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 жизнью ситуации выникает нема нам уйти надо сей жизни мы никому не потребнее и когда ты бачишь тех людей и приходят и складывают свои колена и кажут я хочу служить господу друзья я могу передать этого счастья и цели радости яку мы переживаем за эти руки уже сколько мы ездим в Украину нам Господь оказал двери широко открыл для проповедей евангелия вы знаете два последних роки мы працюем с військовыми людьми на полигонах военных збирают ротами збирают людей вы знаете куда простые люди не может зайти я не знаю через то что мы может приезжаем из Америки до них я не знаю может для нас больше двери открыть и местные наши из Миколаева кажут как вы туда попали как вам двери туда открыли туда никого не пускают но нас Господь использует Аллилуйя Аллилуйя нашему Господу и ничего не ничего друзья мы ничего не несемо мы люди не можем принести для людей освобождение и это який прийшов чтобы освободить Аллилуйя и сегодня слово звучит сегодня и до вас дорогие друзья кто не имеет прощения еще сегодня кто сомневается в Боге вам нужно покаяние вам нужно слово от Господа сегодня чтобы Господь Духом Святым торкнулся вашего сердца чтобы он изменил ваше сердце чтобы вы увидели творца неба и земли и ведь сегодня пошли служить живому и вечному Богу ему належатся слава и честь Аллилуйя мы далее будем спевать еще одну прекрасную песню яка говорит про царя нашего царя царев який достойный славы честь и хвали я слава хочу тебе мисус піснями словом из моих уст витрады тоби хочу честь и хвалу тебе мисус піснями словом из моих уст а чем указать на нас то это и again аб Battрашarios царь моих уст по т Субтитры создавал DimaTorzok 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 На землі твій Слава Ісусу! Слава Господу церква! Слава Господу! 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 Я знаю, что мы живем на земле, у нас судьбы разные, друзья мои, но в всякой судьбе Господь наш, есть наш Царь и наш Спаситель. Слава Ему! Слава Богу! Сити-скен, чтобы все проверить, это физическое тело, друзья мои, каким прибором можно проверить наше духовное состояние. Друзья мои, пред нами, как я уже сказал, основная доктрина нашего с вами учения, нашего христианства. И это имеет очень большое значение в нашей жизни, об этом апостол Павел сказал такими словами. Первая Коринфяна, 11 глава, 27 стих. Братья будут читать выше, я прочитаю только это место. Посему кто будет ест хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о деле Господнем. Оттого многие из вас немощны больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром, не были бы судимы. Друзья мои, как я уже сказал, рентген нашего физического тела и даже не рентгены, если мы полностью здоровы, я думаю мы все готовились в сегодняшнее служение. Я вам скажу то, что может кто-то из вас никогда не слышал. Нас, наши наставники, когда нам было по 15, 16 и 17 лет, нас учили. Не только на эту часть нашего служения, очень важного, а вообще в служении надо всегда одевать чистую одежду. И верхнюю, и нижнюю учили нас наши старцы и говорили, что пред Господом надо являться. И Писание подтверждает, во всякое время одежды твои, да будут светлы. Это то, что относится к нашему внешнему, физическому нашему состоянию. А к духовному состоянию и да не ускудевает елей на голове твоей. Друзья мои, Господь, есть люди, которые скажут, может не понимаю, может не знаю. Друзья мои, но если мы в союзе с нашим Господом, нам эта тайна открыта. И если даже в единственном случае, если мы отступаем от Господа и не слышим голос Святого Духа, даже и тогда наша совесть нам подсказывает, слушай, а ты не так поступил. Надо иначе. Надо иначе говорить. Надо иначе поступать. Надо иначе думать. Друзья мои, это очень важно. Поэтому эта заповедь требует от нас особенной подготовки. И скажу вам, друзья мои, не только, скажем, в Айдахо или у нас в Сакраменто. Мы люди свойственно нам привыкать. Привыкать. И, скажем, когда мы жили в разных наших местах, в местах нашего проживания раньше, откуда мы приехали, мы привыкли. Если были недостатки, мы привыкали. Если был полный достаток, тоже привыкали. Я говорю, я вспоминаю это время. Я помню, когда мама давала нам только один рубль для того, чтобы купить 200 грамм масла. Не для того, чтобы хлеб им мазать, а для того, чтобы, может, картошку чуть подсмочить. Я не скажу, что мы голодали, друзья мои. Но духовной благодати и духовного благословения был полный дом. Я благодарю Господа. Всегда была песня евангельская, молитва была. Господь жил, друзья мои. Слава Господу. Друзья мои, я говорю, во-первых, и себе, и у меня есть дети, и внуки уже взрослые у нас есть. Но я говорю, слушайте, не забудьте Господа, когда у тебя будет много всего, когда будешь иметь хорошие дома, будешь иметь хорошие машины, берегись, чтобы ты не забыл Господа. Господь за этим наблюдает. И, друзья мои, мы не в раю еще, мы на земле. Мы на земле, и в обстоятельствах живем непростые. Это очень важно. И Писание обращает на наше с вами освящение. Особенно, когда мы принимаем вечерю Господнюю. Откровение Иоанна, 22 глава, святой. Освящается еще. Освящению предела нет. Сколько будем жить, друзья мои. Как прекрасно пройти во святое святых. Если посмотреть, как был устроен храм Соломонов, чудесно был устроен. Народ на улице не все могли быть. Каждый имел свое место. Но было место святое святых, куда только один раз священник мог войти. А народ женский двор, мужской двор, внешний двор, ворота. Много ворот, друзья мои. И мы с вами, благослови нас Господь, пройти во святое святых, прежде чем мы возьмем хлеб и вино. Но туда проводит святой дух. Во святое святых. Нашу церковь и нас с вами может провести только дух святой. Когда мы с ним в близких отношениях, он проведет. И нам будет очень прекрасно с ним и благословен. Друзья мои. Первое фессалоникийца. Ибо воля Божия есть освящение наше с вами. Апостол Павел Евреем, 12 глава, говорит, имейте со всеми мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Друзья мои, это серьезные слова. Поэтому освящение принадлежит каждому человеку, каждому члену церкви. И да благословит Господь нам быть освященными, приготовленными к трапезе Господней, друзья мои. И еще одно место я прочитаю. Это Евреям, 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистим сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И 25 стих, это тот, который брат Леня напомнил. Итак, не будем оставлять собрание наше. Друзья мои, я не думаю, что только в вашей церкви и в нашей некоторым людям хватает одного воскресения на всю неделю. А некоторым они бы молились каждый день. И в церкви они готовы молиться. Молодым людям вечернее собрание может не под тему, друзья мои. Но когда время меняется, ситуация меняется в нашей жизни или в нашей семье, тогда мы ищем Господа. Будем искать Господа. Описание Псалом 104. Ищите Господа. Когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. Друзья мои, когда еще, как не сейчас, Господь нас очень близко к нам. Друзья мои, да будет Слово Господне. Такие прекрасные слова. Когда же нету вдохновения, в молитве нет любви огня, пусть кровь твоя, твой крест мучения, на подвиг вдохновит меня. Друзья мои, если есть еще какое-нибудь преткновение в вашем сердце, в вашей совести, она вам говорит, что, слушай, а ты же вчера был не такой, а апостол Иоанн говорит, дети, мы имеем заступника, мы имеем ходатая. И если бы кто согрешил, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, за грехи всего мира. Друзья мои, я призываю вас, мы помолимся. И если даже кто-то имеет нужду или желание за очищение, чтобы Господь приготовил, друзья мои, очень ответственный момент. Апостол Павел предупреждает, это не слова, это дух и жизнь, друзья мои. Это наша с вами жизнь. Поэтому, Господи, благослови нас, укрепи нас, быть готовыми, быть подготовленными, быть освященными, быть святыми. Какое счастье быть Твоим! Какое счастье быть спасенным! И в час с Тобой определенный преобразиться, стать святым. Освяти, Господи, да молитва пусть нашего Господа Иисуса Христа, который Он молился в последний раз. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Друзья мои, я хотел бы, чтобы вы помолились краткой молитвой, и не только за себя, чтобы мы помолились друг за друга. Господи, освяти служителей, которые будут совершать. Освяти друзей моих, моих детей, освяти мою семью, чтобы мы были готовыми, друзья мои. Это так важно перед нашим Господом и для нас самим. Ставши помолимся. Благословенную Иисусу! Благословенную Иисусу! Благословенную Иисусу! Благословенную Иисусу! Голубь и память вечная, живая, Не меркнущая память о Христе, О Христе, О том, какой ценою Твери рая Открыл для нас Спаситель на Христе. И тело Господа, как не плавилось, Когда Его огнем сжигала боль, И са Христа святая кровь струилась, Но пух и те при вас могла любовь. Да это Он за нас принявший мучий, Нас искупивший жертвою своей. Он просирает нам скоты и руки, Да не остаюсь, Остаюсь, рады от хвостей. И нет под небом имени рукопа, Который мог бы человек спасти, И вместо жизни суеттой безумно, Когда небес принят святую жизнь. Лишь Иисус с души снимает руки, И только у гордовского Христа, С одеждой нашей неважной любви, Верой в спасение дарят с рук Христа. Песня. 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 молимся благодать Господа нашего Иисуса Христа. Ощущаем ли мы, в чем эта благодать, вот в такие моменты, когда мы приходим перед лицом Господнем, когда мы принимаем мои руки, Иоанн сказал, мои очи, мои руки, принимают тело Господа Иисуса Христа и какое-то особое благоговение проходит через все тело. Еще этот кусочек не вошел в мою внутренность, но уже внутри подготовлен человек к тому, чтобы воздать Богу хвалу, чтобы прославить Его. Читая Слово Божие, мы видим, какой трудной дорогой ввел Бог свой народ израильский из плена. Из того Египта, в котором они находились, и уже надежды в них не было, что когда-нибудь они отсюда выйдут. Но Бог их однажды вывел и шел вместе с ними по пустыне. Мы живем в пустыне. Он ввел их по пустыне. И облако накрывало так, что вся территория, по которой шел израильский народ, была под облаком, была под тенью, под Божьей рукой. Ощущал ли это народ, какое благословение было у Бога? Так само ночью. Пищу ангельскую давал им. Мы говорим, сейчас считаем калории здесь, калории там, чтобы не было больше, не было меньше, чтобы хватило нам и железа, и всего необходимого, значит, нужно купить какие-то таблетки, какие-то витамины. Они ели в 40 лет ангельскую пищу. Ту пищу, в которой было заложено вся таблица Менделеева для человека, именно для человека. Понимал ли это народ и благодарил ли Бога? Мы можем сказать, ну, то было такое время. Сегодня время, когда мы предстоим перед лицом Божьим. Когда Иисус Христос, вернее, Иисусу Христу пришел Никодим, там, я думаю, был не только один Никодим, там были и апостолы, но Иисус сказал очень важные слова, которые написаны, и мы их часто повторяем, и дети учат, это третья глава от Иоанна, Иоанна 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, так бы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир через Него спасен был». был. Какие важные и ответственные слова Иисус провозгласил духовный мир. Не только в уши человека. Во весь духовный мир эти слова были сказаны. «И если люди не поняли, понял мир, поняли враги душ человеческие, что стоит за этим и что будет сделано это?» Когда Иисус Христос первый раз трапезу совершал там в этой комнате читаю Ивангелие от Луки 22-я глава 16-го тоже стиха. «Ибо сказываю и вам ибо сказываю и вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится». Дальше выше возьму. «Когда настал час, он возлег с двенадцатью апостолов и апостолы с ним и сказал им «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Как не совмещаются эти слова? Есть Пасху и тут же какие-то страдания будут. Как-то непонятно. Ведь это был день радости. Ведь это был день выхода еврейского народа из плена. И они это праздновали. Но Иисус сказал «Прежде моего страдания». «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Еще больше непонятно. Ведь вот агнец, вот вино. Но Иисус преломляет хлеб и раздает ученикам. «Идите сие тело мое за вас, за мимо я». Они понимают. Хоть одно они понимают, они уже научились возможно не верить полностью, возможно у них еще не было такой совершенной веры, но доверять тому, что сказал Иисус, они научились. Раз так сказал учитель, раз так сказал Иисус, значит нужно так делать. И они принимали. И взяв хлеб, 19 стих, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое за вас, сие есть тело мое за вас предается. Сие творите, и взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». И чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». За вас, за нас. Мы сегодня говорили, что благодатью спасены мы через веру. И это не от нас. Это не от моей совести, которая у меня была. Она была осквернена грехом. Это от моих добрых дел, которые я мог бы совершать, потому что они были такие, чтобы получить взамен что-то. Но когда Бог поселился в нас, когда Бог открылся нам, мы стали новым творением. Мы стали Иисусе Христе новым творением. Аллилуйя, слава Иму. И в Библии очень много примеров, когда люди то, что говорили, они не верили, они не принимали, они думали, что-то Он говорит неправильное. Кто может такое слушать? Но приходила полнота времени, избывалось то, что говорил Иисус Христос. И Он нам дал эту заповедь. Он дал церкви, не еврейскому народу одному, поверьте, это было дано всем людям, каждому, кто по вере примет спасение через Иисуса Христа. Кто заключит с Ним завет посредством водного крещения, получит Дука Святого, в Него тогда войдет это все разумение того, что Господь даровал великое богатство людям на земле. Быть спасенными, быть Его детьми, рядом с Ним, быть в Нем, там, где Он находится сейчас, мы уже в Нем посажены на облаках, и это все принимая верой, принимая это священное действие заповедь Иисуса Христа. Я перейду туда, чтобы непосредственно читать то, что апостол Павел уже брать читал впереди 11 глава Коринфянам, где Господь оставил через апостола Павла всем людям совершать именно в таком порядке, именно так делать, как сказал Иисус, совершать эту заповедь Господню, священное действие здесь Церкви Божьей на земле. И мы принимая это благодарим в благоговении, в мире, в любви. Брат уже старший пастырь говорил, что у нас была вчера молитва, кто-то приходил сюда, молились на этом месте, просили Божьего освящения, просили Господи покажи внутренность мою, может ты только ты один знаешь даже больше того, что я уже забыл, что я уже не знаю. И мы просили прощения, мы просили друг у друга, мы просили у Бога. Это великое благословение, когда мы чувствуем внутри, что Господь милостив к нам, Он прощает. Как часто Бог через Моисея говорил израильскому народу, «Будьте святы, потому что я свят». Как достигнуть святости Божьей, как приблизиться к Нему, омыть одежды, не оскверняться тем, что Бог повелел не есть, не употреблять пищу, это святость. Но сегодня святость наша, когда мы стоим перед лицом Его, и слезы капают с глаз наших, и мы ощущаем, что ничего мы сделать не можем. Господи, нету силы у меня изменить что-то, оставить грех, нету у меня силы, и я прихожу к Тебе и исповедую свой грех перед Тобой. И Ты, милостивый, прощаешь. И как той женщине, сказал, сначала сказал евреям, кто с вас без греха, первый бросьте в нее камень. А ей сказал, иди и впредь не греши. Я не осуждаю тебя. Бог сегодня милостью обращается к народу своему. И Он будет с нами. Он будет помогать нам идти дальше. И апостол Павел пишет 23 стих «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Мы перед собой видим... Братья, давайте выйдем. Займите места свои. видим простой человеческий опреснок. Казалось бы, чем он отличается от того хлеба, который у нас на столе? Ничем. но здесь будет совершаться сейчас священно действие молитва церкви и мы принимая, принимая, признаю то, что это тело Иисуса Христа и оно войдет в меня не как пища, а как заповедь Божия, которая поможет мне в этом мире где-то греховном, где-то неправедном, где-то совесть осуждает, но стоят на основании Слова Божьего, поможет мне устоять, поможет мне еще раз доказать то, что Христос живет во мне, живет и действует во мне. Аллилуйя, слава Ему! И я хотел бы вместе с вами сейчас помолиться, вместе с вами сейчас помолиться и за то, что у меня в руках и это будет освящено, но больше всего за то, что у меня внутри, туда, где войдет это, в самую глубину, в глубину моей души и моего Духа, где Дух Святой начнет преображать нас в свой образ. И давайте вставши на наши ноги совершим это священное действие молитвы. Слава тебе, Господи! Аллилуйя тебе! Да будет тебе за все хвала, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Слава тебе! Песня! 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 А теперь Он козлёк Пойдем, бедный, Зайдем, благополучный мой брат, О, страх, где ты жаром пламиды горят, О, жаждет и ум всю страну падают, Чьи воды живые для мира текут, Бодьем, бедный, Объявляю церкви то, что мы делаем всякий раз, Кто имеет право принимать заповедь Господа, Тех, кто прежде всего в мире с Богом, Тех, кто принял в определенном возрасте, В совершенном возрасте завет с Богом Посредством покаяния, плодного крещения, Кто является членом церкви, Поместной или других церквей, Имеет право принимать заповедь Господа. Будьте очень внимательны, Будет проходить блюдо или тарелка по рядам, Старайтесь, чтобы крошки не падали, Старайтесь подставлять руку И принимать святыню, Как на то есть она, святыня. Пусть Бог благословит каждого из вас, И это у нас есть благодать Божия. При меня, братья пройдут, Да благословит вас Господь. Господь, когда ученика, Ты смею свою явил, Тогда с любовью, как друзья, За плену блага славил, И преломил, и всем раздал, И им слава сказал. Господь, когда ученика, Ты смею свою явил, Господь, когда ученика, Ты смею свою явил, Тогда с любовью, как друзья, Взяв мне блага славил, И преломил, и всем раздал, И им слава сказав. Друзья, прелитее счастье, То тело есть в краю. Зайдем на голову, мой брат, Прости, не знаю, что куда творят. Он молит, зайдем, Жедомы из-за нас, Молитва крестом Об Отцу вознес, Все имели возможность принять, Никого не обошли. Слава Господу! Сейчас примут служителя, И мы будем продолжать. Зайдем на голову, Слава Господа! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доколе Он с большой буквы придет Доколе Он придет Дальше брат уже читал Доколе перед нами Пролилась за спасение человеческого рода За освобождение Наши уже не от какого-то плена Не от чего другого, но от самого большого плена греха И этот плен был Иисусом Христом искуплен на Голгофском крыльце И мы сейчас будем молиться, мы будем сейчас освящать то содержимое, что в нем И опять же внутренность наша должна быть приготовлена к тому, что мы сейчас будем действовать Что мы будем принимать это священное действие Божие Это не окропить жертвенник Это мог делать только первосвященник Откропить жертвенник Зайти в святое святых И там раз в год покропить Я сегодня говорилось об этом Но это мы даем Принимаем Каждый, будучи уже священником своего дома И личным другом, спасенным Детем Божиим Иисуса Христа Давайте прославим Бога Аллилуйя Тебя Господь Отец Небесный Затем в свину ты жажду снял И я по ней моля Сиялась кровь Моя сказа Все пятизвия Вот новый мой Завет крови Я вам, друзья, даю Сиялась всегда Творите вы Свет вспомните мою О, дай же кровь Твою, Господь Пролитую за нас Твою и сердцу Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнусь. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Симон. 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 Симон.